здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта за мной гонится злая собака ай-яй-яй что же будет что же будет сегодня я в гостях в аэродроме вильнюсского аэроклуба в гостях у замечательного моего друга томас еду снимать ролик про самый лучший самолет буксировщик по мнению допустим моему текущему идеальный буксировщик дело в том что томас помимо того что там он строит дома на аэродроме он замечательный пилот летает на всем в том числе на планерах в том числе на планерах пилотажных и для того чтобы поднимать пилотажный планер в небо нужен как любой планер без моторность нужен самолет и обычный самолет поднимает планер пилотажный довольно таки медленно то есть вот у пилотажника это какая основная задача забрался хрязь бряк шмяк мак мэк открутил программу вниз и чем больше ты сделаешь подпора этих повторов тем больше ты сможешь потренироваться на тренироваться и больше будет эти прогресс и чем таскаются на чем буксируется в вильнюсском аэроклубе но это цесны стоят это цесны летной школы техника на который буксируется вильнюсский аэроклуб уже в ангаре там гаврон есть на гавроне як-12 не так уж сейчас много летают он жрет большая там огромная штуковина и сейчас в основном используют легкие самолетики то есть это или бристоль я на бристоле учился летать у меня есть лицензия для такой самолетик ну это все на ротоксе там девятьсот четырнадцатом например девятьсот двенадцатом и динамики вот в аэродром пользуются услугами вот летная школа которая здесь есть нужно побуксировать выезжает динамик цепляет крючок у всех этих самолетов есть крючки сейчас как вы наблюдаете эти самолеты активно моют готов готовятся летчики готовятся к съемке ролика видите как все как я все взбодрил вот так вот они сказали мы не можем мы не можем показать грязные самолеты вот вам процесс я все равно поймал их я сменил батарейку на камере которая села и снимаю вам сейчас главное не упасть мне на этих шлангах контент огонь про два самолета кто снимает да и так вроде как два похожих динамика да вот смотрите вот один динамик и там второй динамик сейчас кстати я вам покажу бристоль на котором я учился летать с осенним ангаре он стоит то на чем я учился кстати на этом аэродроме летать на самолете у меня есть лицензия ультралай до 500 килограмм вот какой ты вот брист бристоль стоит вот здесь опять совершил свой первый самостоятельный вылет у меня даже есть рассказик называется kiss and go поцелуй полосу и лети и выложу в описании классный рассказ получился я тоже люблю очень самолеты ну хотя я считаю что на самолетах летать скучно но это такое знаете мнение планериста который по 8 часов в небе летает и эти 8 часов есть чем заняться самолет это все-таки штука для куда перелететь куда-нибудь в гости кому перелететь так далее просто нем там вот жужжать 8 часов это вообще немыслимо уже после часа становится скучно но вот конкретно вот эти две машины помимо того что на них учат летать катают пассажиров над красивейшими местами в литве там на таркайским замком можно полетать вот эти две машины используются как буксировщики аэродромные ну и кстати бристель который там стоит тоже значит для того чтобы эта штука использовалась как буксировщик вот у вас вы наблюдаете в хвосте есть замок замок от цепки бывает вот такая конструкция сюда прицепляется фал на втором самолете на такая же конструкция сейчас посмотрим и с помощью длинного фала там 50 метров например самолетик тащит за собой планер сейчас мы посмотрим если у второго замок есть они абсолютно идентичны я видел еще очень интересную конструкцию замка с лебедкой когда внутри в планере в самолете стоит лебедка и чем это удобно вы затянули самолетик и планерочек потом смотали тросики спокойненько приземляетесь то есть это более ну не сказать что это сильно безопасно ну безопаснее потому что с веревкой отлично самолетик такой приземляется но все-таки это как-то удобней чисто вымыты наши два красавца как вы видите визуально между ними ну никакой разницы совершенно чем же она есть она есть друзья в двигателях здесь оба самолета предназначены для буксировки оба буксирует но решения в обоих немножко разные то есть первый самолет об вот этот здесь ты 914 ротокс сейчас снимут капот все покажут с турбиной и мощность этого варианта 114 лошадиных сил здесь у нас тоже стоит ротокс но тюнингованный edge конторой вот его логотипчик и к объему который здесь 14 но только здесь турбиной вот этот тюнинг комплект здесь турбины нет то есть здесь без турбины снято 120 лошадиных сил и объем двигателя так получилось что уже увеличен до 1 6 то есть турбированная версия не турбированная версия более мощная не турбированная версия получается 120 лошадиных сил зачем это нужно ну потому что чтобы можно было быстро набирать высоту во-первых соответственно вот этот самолетик уже и двухместный планер так достаточно весело тянет да собственно и это тоже там разница собственно небольшая и у них помимо переделок самих двигателей немножко изменена система охлаждения потому что самолетики которые таскают планера работают более тяжелых условиях то есть так там что на взлете раз взлетел вот этот вот максимальный режим убрал и дальше уже там потихонечку медленно лезешь в небо здесь нужно быстро подниматься и поэтому двигателя у двигателей увеличенные радиаторы и масло радиатор и водяной радиатор для того чтобы в тяжело нагруженном режиме в жаркую погоду летом это все не перегревалось вот такой вот тюнинг динамиков для буксировки сейчас нам откроют капоты и они не хотят чтобы я их показывал они говорят грязные чистые настоящие пилоты которые ухаживают за своим самолетом сейчас они нам откроют капотики и мы посмотрим на вкусники внутренности этих самолетов покажничек здоровенный ну динамик прекрасной самолетики а на нем достаточно много летал богатое приборное оснащение сделано с любовью для себя экспериментал потому что двигатель все-таки у него немножечко не тип не типичный к свинглета кстати здесь без винглета синглета должно лететь лучше гаряу скрянда стабильный стабильный большой разницы не чувствуешь ну а как эффект плацебо ты летишь и но у меня вингрид он добавляет столько качества что ура на первом свалете сняли как капот ну смотрите друзья как выглядит этот 914 ротокс вот так вот красиво выглядит здесь как все высококультурно здесь никаких соплей вильгу берешь там смотришь на ее мотор она вся в каком-то масле в каком-то говнище какой-то вечно все что нужно делать самое главное вот меня когда учился на динамике на бристалле летать мне нравилось что ты пришел там достал проверил уровень масла завел и полетел никакого тебе вот этого подготовительного геморрой когда нужно вот эту вильгу капота снимать у нас на аэродроме был а вот он этот увеличенный радиатор вот друзья раз все тут сделано так аккуратненько я помню что на аэродроме там был прикованный техник это велика когда я учился что все кино и летал что в пахомова ужас страшно вспомнить томас показывает как открывается капот но это у меня кстати плане для тоже такие штучки были называется дзюз 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 очень надежный просто и практично под капот друзей лазить то практически не нужно здесь перед полетами капот не открывает открывается вот этот лючок и через него там проявляется масло все запустил забыл и поехал летать то есть бык вот за вытащил из ангара и полетел вот основной плюс вот этих самолетов с ними не нужно держать не нужно иметь активного сексуального общения так ох как все блестит ну тут видите как так все вот даже уже турбины нет все тоже очень модно так то вас а у тебя радиатор увеличены они увеличены но это специальный радиатор специальный радиатор уже под него сделаны сразу то есть на 914 соответственно радиатор ну тоже сделан увеличен в общем получена эффективность сюда здесь он получается то есть по форме он такой же самый оригинальный ротокс но но лучше вот видите тоже под капотом вот когда тюнингованный двигатель там часто вот всяких таких вот фигнюшек есть смотришь вот мне как вороне как любителю знаете я наверное как ворона люблю такое все блестящее которое вот такой вот вот я смотрю я вот я в только вот на нем женился вот и из-за вот таких вот блестящих штучек вот прям вот 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 это моё прям но видите друзья тут тюнингованный вариант это нестандартный самолет и сейчас мы зададим томасу видите датчики какие тут все тут все так кто разбирается в ротоксах я честно говоря в самолетах разбираюсь плохо я вижу что очень красиво все все чистенько аккуратненько без каких-то там не знаю все я поймал томаса взял в плен пытаю скажи пожалуйста как машина это тянет вот берем так обычный планер насколько на эффективный тащит это зависимо с чем мы сравниваем ну берем так вот на мой допустим на иска 21 планер который вот на я летал на нем таскали меня на пилотаж вот грубо говоря два два с половиной три метра по секунду да а фокс допустим твой тянет это пилотажный планер уже три с половиной вот так тоже это зависит от да берем так с двумя пилотами два с половиной если летом там 25 до на чуть меньше если там плюс 18 чуть чуть больше ну да потому что тут горение зависит от температуры подаваемого воздуха то есть чем больше холоднее воздух тем больше его залезет в эти цилиндры которые как вы уже в курсе увеличены до объема 16 то есть вот у этого мотора объем 1 и 4 и турбина а у этого мотора объем 1 и 6 и нет турбины 120 лошадиных сил 114 лошадиных сил оба очень красивая и то есть в принципе разница очень маленькая могу сказать так что вот этот двигатель он с места то есть момент крутящий момент побольше него он с места лучше и в воздухе они очень-очень одинаковые у этого двигателя меньше проблем с температурами ну то есть штурбины нет это все немножко меньше греется да ты доволен сколько ты налетал на нем я очень пока я очень доволен двести тридцать часов пока очень хорошо двигатель здесь когда я учился на аэродроме было расхожее мнение то есть вот друзья в этом ангаре живут цесны и цесноводы на нас те кто летал на легких этих бристерях динамиках так далее они смотрели признительно говорят ну разве хороший самолет может быть с ротоксом да это вы там на хрень летаете и самый прикол что на этом аэродроме достаточно много самолетов с ротоксами и не было ни одного случая отказа а вот эти вот цесны которые там на этом вот чем-то там летают кто там у них лакоминги или ну вообще уже не помню что до континентально какая-то хрень регулярно делают было были случаи отказов и прикол здесь в том что при взлете вот оттуда взлетают с курсом на вот этот лес ну я сам взлетал честно говоря вот начинает если чувствуешь что мотор не тянет сужаться сфинктер потому что страшно ну хватит не хватит я вижу что-то с дешком почему-то стал что-то будем разворачиваться я сейчас так только мне на колдун сели они вплоть до того что дальше туда в поле немножко уезжает подальше чтобы именно вот избежать от этого взлета с не очень энергичным набором то есть легкий самолет с вот этим 914 ротоксом тащит настолько быстро что вообще никаких проблем со взлетом нету cessna с этим слои комингом взлетает на мой взгляд но она не опасно это здесь школа летная работает но выглядит это уже но не столь эстетично томас я сейчас вру или хоть немножко правду моих словах правда да это правда и что мне еще нравится что но вот если планилист допустим огня звонит томас может поднять могу так это занимает грубо говоря 5 8 минут то есть открываешь ангар вытаскиваешь заводишь там 5 минут прогреваешь все ready ready to play вы бы видели друзья сколько техник которые как я летал на аэродроме шевлина в свое время много работал катал людей и я ко мне ехал мой друг хороший летать директор одной из подразделений металл сервис он всегда помогал с металлом на лебедке там любые там детали помогал быть выпилили с ним болванку полуметровый алюминиевый представляете чушку распилили вместе ну станком естественно и вот он я его после этого уже слушай давай приедешь покатай покатаю тебя-то вообще он приехал скольки говорит игорь давай говорю к десяти и вот в десять часов технику говорит готов самолет вильг готова он говорит ну чё тут тут туман да тут чё я сейчас буду два часа трахаться если вдруг туман не исчезнет я говорю а сколько минут нужно чтобы подготовить вильгу ну час ну хорошо туман рассеется в 11 за час подготовишь до 12 подготовлю и вот раз в 11 туман рассеялся он начинает эту вильгу бодрить говорит слушай она сломалась игрушу сломать да там вот это надо чинить агра вторая а вторую я еще не готовил и он в полтора часа еще готовил вторую люди люди вечером улетали на самолете то есть я вот в итоге вместо красивых полетов подарил людям два таких побыстрее потому что вот просто не было времени и вот эта проблема вот этих вот вильг тех которые работают допустим в основном в российских аэроклубах в том что это ну на мой взгляд летающий геморрой вот летающие счастье пожалуй вот единственное конечно этот самолет требует хорошего грунта достаточно то есть совсем кривой аэродром ему не подойдет а вильга может летать на полном конечно говняном аэродроме у этого самолета кстати убирающиеся шасси и она с амортизаторами перед большой большие пневматики а вот как да вот это все так пым пым вот это вот аэродром я бы не скажу что он идеально ровный но вот эти самолет прекрасно бегают по аэродрому здесь а здесь нет амортизации да но минимальная резиновая резиновая есть минус вот этих шасси которые не убираются у них амортизация поменьше насколько то что убирается шасси помогает буксировки ну я думаю что это дает грубо говоря полметра в секунду до сопротивление меньше да а то что нужно все время выпускать запускать шасси это мне нравится нравится не забыть есть эти называемые как сказать алярмы алярмы друзья пилоты делятся на тех кто приземлялся без шасси и кому это предстоит я без шасси приземлился два раза на клав сказал который приземлялся 4 сказал что я слабак не рекордсмен и вот он недавно приземлился на штемме без шасси четвертый раз в жизни была такая посадочка ну все время на разных и конечно это посадка без шасси она не критично для планера то есть поцарапал пузико почистил акс что случилось пипестрелем рассказывай счастье привалило приземлился на фюзеляж ты пытаешься вытащить да уж у каус приземлялся с работающим двигателем поэтому это минус винт это более дал к капиталка движка больно поэтому всегда почему шасси можно забыть убрать но потому что нарушается процедура то есть как у я кстати читал недавно ролик только что смотрел как на и 86 сели без шасси на пассажирском получилось так что там дубая был заход они обычно перед третьим выпускают ну и все и там пошли закрылки если закрылки выпускаются раньше чем выпущена шасси то горит сигнализация начинает орать а кстати здесь я могу показать как покажи кстати как работа стороны ты подходи я покажу в общем они отключили сигнализацию и сели без шасси с пассажирами было очень весело гидравлика сработала значит так система такая вот в этом месте между первой позиции 2 закрылок вот здесь датчик поставлен и в это место если забываешь шасси шасси в этом месте вот такой звук я выпускаю воздушные тормоза слушайте зуммер зуммер сообщает о том что шасси не выпущен закрылок ты на посадке естественно выпускаешь я бы обычная вот для этого повода я всегда на 2 на 2 садишься даю чтобы срабатывал если была ситуация там очень сильный ветер с первой позиции но тогда пять раз проверяю что зелененькие горят индикаторы шасси зеленые горят а у тебя смотрю еще есть система вон стрелялка есть пушка но естественно а где у тебя установлена спа-система там вот иди за виды двигателя друзья этот весь самолет спасается полностью парашютом как видите у пилотов парашютов нету а как ты думаешь вот масса пустая вот этого самолета сколько масса пустая ну килограмм 300 почти 330 330 с парашютная значит я знал это не то что это я я знал оп приземление запасом прошу тебя вот так мы приземлились на запасном парашюте вот второй пилот вот запасной парашют вот основной парашюл параплан чем сели чудом пролетели между елок пола не развалился он летел рядом с ним дёрнул парашют за парашют зацепился планер еще ко всему и в общем все это упало все живы только ногу сломал в чем вообще кайф динамиков друзья эти самолеты относятся клад класс ультралайтов соответственно можно летать с ультралайт лицензии у меня такая есть благодаря томасу опять же а как он меня кормит вы даже не представляете где отлетал у него в школе программку она была сокращенная там мой инструктор мне вообще сказал что можно там на шестом часу выпускать но страховка работал с 12 поэтому я мне было интересно полетать на самолете отлетать там я например удивился вот этим нюансом посадки самолета в боковой ветер потому что для меня для планилиста боковой ветер был вообще ерунда то есть я иду спокойно там как называется раком или крабом в случае крабом курсом прикрываюсь от ветра соответственно перед касанием даю ногу и выравниваясь по полосе и сажусь на самолете здесь немножко не так потому что у него видите боковая площадь огромная то есть ну планера вот неделю на такой компактный и самолет очень легкий получается мой планер 600 килограмм весит пустой этот получается 330 и самолет боковым ветром разгоняла значительно быстрее то есть я выровнялся вроде раз боковая составляющая появляется поэтому здесь немножко другой принцип посадки все-таки нужно немножко креном прикрываться и так далее и тому подобное было интересно полетать и я вот за там 12 часов получил эту лицензию ультралайт в чем у этот плюс лицензия на пожизненная и работает она совместно с медициной медицина какая как на автомобиль да я пошел справку на автомобильные права сделал медицинскую и вот этой вот справочка мне хватило чтобы получить лицензию вот на такие вот самолетики вот на таких самолетики могу летать и в принципе на них можно буксировать планера то что это ультралайты помогает немножко еще и в ну по крайней мере вот я сейчас французами говорил он говорит так у нас нету это версии там сложных этих процедур государственных чтобы там вот этот на каждый болтик нужно какую-то бумажку но видите как вылазит томас по двигателю смело там он сам все может в нем делать или вру почти то есть а так и нужен специальный сертифицированный трижды механика еще освещенный там еще кем-нибудь поэтому нам такое не нужно то есть это все удорожает полеты и усложняет их то есть вот большой плюс вот томас вам сказал что вытащил и полетел обслуживание в принципе каждые сто часов меня и масло свечи и фильтры и проще чем на автомобиле мне кажется чище чище чем на автомобиле посмотрите какая чистота под капотом вот если прям прям реально у детей чистенький вообще как ухаживает как он его мол мыл вы бы видели как он старался ну и старается я считаю что нужно любить свой самолет планер свой летательный аппарат и этот летательный будет вам отвечать взаимностью вот так что вот такой коротенький ролик друзья самолетах прекрасных используем для буксировки он случайно получился оказался у томаса в гостях я вам рассказал про два замечательных самолета буксировщика которые используются для полетов вильнюсском аэроклубе я надеюсь что таких самолетов будет у всех больше и больше да вообще просто любых буксировщиков мне тоже нравится тот который у нас самолет во франции таскает папа лима в принципе главное чтобы пилот был хороший хорошее настроение позитив и кстати да кстати наш буксировщик который во франции тоже особого там стоит какой тоже лайкоминг ну как там так хорошо работает что я вижу что он вытащил включил полетел то есть меня отрицательное ощущение только от вот этого звездообразного двигателя вильги потому что там нужно там стекает масло в нижние цилиндры нужно что-то выкручивать нужно что-то там прокручивать ну короче вот какой-то вот с этим всем вечный геморрой а мне кажется это и полеты трудно совместимые вещи до новых встреч уважаемый любитель летных видов спорта пишите что вам еще снять контент надеюсь огонь а погода ну вот как есть но сейчас видите просветы начинаются видишь захотим и полетим благо есть на чем я желаю тоже чтобы у вас было причем летать